Между тем, реализация масштабного проекта экономического пояса «Шелкового пути» — это не только развитие инфраструктурных проектов. Пекин и Нур-Султан заинтересованы в открытии различных совместных производств в Казахстане. К примеру, китайские инвесторы вложили 50 миллионов долларов в строительство завода в Алматинской области по выпуску лекарств, в том числе предназначенных для онкобольных. Репортаж Алма Разбаевой. Этот фармацевтический завод запустили всего пять лет назад. За это время он успел набрать большие обороты и сегодня стал субъектом крупного бизнеса. Идея построить его близ Алматы принадлежала казахстанцам, а инвестировать — китайцам. Так было создано совместное казахстанско-китайское предприятие. В то время о «Шелковом пути» только заговорили. В нашей стране была разработана программа «Нурлыжол», которая перекликалась с китайским проектом «Один пояс, один путь». Строились дороги, а для инвесторов ввели преференции. Я и решил воспользоваться этим моментом. Обратился в известную китайскую компанию, и меня поддержали. Китайские партнеры построили завод за 50 миллионов долларов США. Запустили сразу две линии по производству инфузионных растворов и лекарств для онкобольных. Взяли на работу почти 400 человек, в основном местных жителей. В год они выпускают 70 миллионов флаконов. Поставляют их в Центральную Азию и Россию. Рынок сбыта можно было бы расширить, говорят на заводе, но транспортная логистика обходится дорого. По территории Казахстана транспортируем продукцию по автомобильной и железной дорогам, а за границу только по железной. Расстояния огромные, поэтому расходы на транспорт занимают большую долю в себестоимости нашего товара. Но в этом году мы получили хорошее известие. Правительство обещает предоставить льготы на перевозку. Сейчас в Алматы строится еще один крупный казахстанско-китайский завод, на котором будут выпускать высокопрочные стальные трубы. Его стоимость 33 миллиарда тенге. Здесь будут работать более 300 горожан. Но по-прежнему наиболее развитой сферой сотрудничества остается торговля. В прошлом году товарооборот между Алматы и Китаем превысил 3 миллиарда долларов США. Правда, доля нашего экспорта в нем составила лишь шестую часть. Эксперты говорят, что именно сейчас у казахстанцев появилась хорошая возможность восполнить этот пробел. Китай видит нас ключевого партнера и является огромным рынком для нашей страны. Хлеб, шоколад, скажем так, вина, которые они покупают, алкогольную продукцию, перечень небольшой. А мы же производим значительно больше. Почему те же растительные масла не поставить? Сейчас настал период расцвета. Китайская сторона готова, скажем так, они нуждаются. Население растет, растут потребности. Сейчас Казахстан стал транспортным хорошим коридором. Огромное преимущество. Казахстан ставит рекорды по перевозке грузов. Мы были в Харгосе, там сухой порт, во все развивается. Это уникальная возможность. Поэтому конкуренция и Россия хочет, и Кизбекистан хочет, и Киргизистан хочет. Все хотят бороться за китайские грузы. Поэтому шелковый путь просто так не дается. Побеждает, кто конкурентоспособен. Китай нужно изучать, говорит эксперт. Изучать на выставках, конференциях, деловых встречах, чтобы продвигать отечественную продукцию. Чтобы караваны шли груженными не только с востока на запад, но и обратно. Алмаура Збаева, Радик Джакупов, Алматы, Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин